Здравствуйте, меня зовут Диндзюра Алексей Евгеньевич, я житель города Саратова. Я обращаюсь к гаранту Конституции, к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Я обращаюсь к председателю Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Викторовичу Володину. Я обращаюсь к председателю Верховного Суда Российской Федерации Вячеславу Михайловичу Лебедеву. Я обращаюсь к председателю Следственного Комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Я обращаюсь к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Викторовичу Краснову. Я обращаюсь к вам за помощью. Вы моя последняя надежда. Отстоять с правдой и добиться правосудия. Четыре года длится мое незаконное уголовное преследование. Меня обвинили в покушении на жизнь человека путем подрыва его автомобиля с самодельным взрывным устройством. 21 сентября 2018 года в 6 часов утра произошло возгорание автомобиля БМВ припаркованного у подъезда дома номер 14 по улице Чернышевской города Саратова. Возгорание произошло по причине срабатывания взрывного самодельного устройства. Пожар при этом был потушен жильцами несколькими ведрами воды самостоятельно. У автомобиля не разбилось ни одного стекла. Никто при этом не пострадал. А хозяин машины, Акимов Александр Викторович, в этот момент спокойно спал дома. И спустился к подъезду только тогда, когда возгорание уже было потушено. По факту произошедшего было арестовано 4 человека. Один из этих людей в СИЗО был вынужден оговорить меня под страхом за свою жизнь и за свою здоровье. Этот оговор лег в основу обвинения против меня, хотя он не подтверждается ни одним доказательством. А человек, который оговорил меня, в дальнейшем отказался от своих слов и публично признался в оговоре. Таким образом, мне отомстил мой бывший компаньон Акимов Александр Викторович, с которым мы были учредителями в коммерческой ферме и вели совместный бизнес по производству и доставке артезианской воды. Полтора года я провел в Саратовском СИЗО, пока длилось следствие. И освободили меня только в связи с оправдательным вердиктом, вынесенным присяжными заседателями в феврале 2020 года. Люди единогласно признали меня и еще одного из арестованных невинными по всем пунктам обвинения. Более того, присяжные единодушно посчитали, что и самого такого преступления, как покушение на жизнь человека, так же не было. Была лишь порча автомобиля таким хулиганским способом, имитирующим взрыв. Потому что один из арестованных таким образом пытался напугать Акимова и принудить его вернуть долг в 250 тысяч рублей. Как я уже сказал, меня и еще одного человека, это Крылатов Евгений Сергеевич, полностью оправдали с правом на реабилитацию. Крылатов Евгений работал в службе такси. И вся его вина заключалась лишь в том, что в ночь случившегося он подвез к дому на улице Чернышевской своего очередного клиента. А два других арестованных, это Конышев Александр Викторович и Тареев Илья Юрьевич, полностью признали свою вину в порче автомобиля. И получили уголовное наказание за свои поступки. Я оказался на свободе и думал, что наконец-таки правда восторжествовала. Но, к сожалению, оправдательные вердикты присяжных заседателей, видимо, встают поперед в горло нашей правоохранительной системе. Вместо извинений прокурора в том, что невинных людей полтора года держали за решеткой, а между прочим, у второго оправданного, у Евгения Крылатова, за время его нахождения в СИЗО, даже родилась дочь. Прокуратура, вместо извинений, повторяя, тут же обжаловала этот оправдательный вердикт. В июне 2020 года Саратский областной суд оставил оправдательный приговор заводского районного суда в силе и подтвердил законность решения присяжных заседателей. Но прокуратура и это не устроила. Прокурор подал кассационную жалобу и добился, что кассационный суд в декабре 2020 года отменил апелляционное решение областного суда и приговор заводского районного суда. Этот прокурор, кстати, сейчас сам работает там же, в кассации. И дело направили опять в заводской районный суд на новое рассмотрение с другим составом присяжных заседателей. В декабре 2021 года новый состав присяжных заседателей также единогласно оправдал и меня, и Евгения Крылатова по всем пунктам обвинения. И также вынес вердикт, что самого преступления, как покушения на жизнь человека, не было. Мы во второй раз доказали присяжным то, что так категорично не хотела видеть прокуратура. В нашем уголовном деле есть неустранимое сомнение в факте покушения на жизнь человека. Обычные люди лучше разобрались в нашем деле, чем любые профессиональные следователи и профессиональные прокуроры. Я, конечно, надеялся, что на этот раз правда победила окончательно, и все мои мытарства наконец-таки закончатся. Но наши прокуроры думали совсем по-другому. Прокуратура вновь подала апелляционное представление на оправдательный вердикт уже второго суда. И в марте 2022 года Саратовский областной суд постановил отменить оправдательный приговор и вернуть наше дело на новое рассмотрение. А основной причиной для отмены оправдательного приговора явились допущенные самим судьей нарушения уголовно-процессуального закона. Апелляционный суд не ставил под сомнение решение самих присяжных заседателей, а указал только на то, что сейчас процитирую. В нарушении требований закона вопросный лист, как обязательный процессуальный акт, содержащий сформулированные вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, в деле отсутствует. Отсутствие в уголовном деле вопросного листа ставит под сомнение законность и обоснованность содержащихся в нем вопросов и как следствие вынесенного на его основание вердикта. Вот так получается. То есть по какой-то причине из нашего уголовного дела пропал вопросный лист для присяжных заседателей, а этот документ на 24 листах за подписью судьи. Вот такие чудеса в нашей юриспруденции. И я оказываюсь третий раз на скамье подсудимых. В июне 2022 года формируется новая коллегия присяжных заседателей. И мои хождения по мукам опять возобновляются. И вот 14 сентября на прошлой неделе новые присяжные вновь выносят оправдательный вердикт. И на вопрос о доказанности самого события преступления опять говорят, что покушение на жизнь человека не доказано. Казалось бы, что еще может быть в нашем деле? Все, поставлена жирная точка. Счастью, моей семьи не было предела. Но, к сожалению, но в этой жизни есть всегда но. И председатель, стоящий судья, просит присяжных, устраните, пожалуйста, обнаруженные им противоречия в ответах. Судья указывает присяжным, что если на события по покушению на жизнь человека они везде ответили не доказано, то оставшиеся вопросы, касающиеся порчи машины и изготовления взрывного самодельного устройства, также нужно прийти в соответствии к этому главному основному вопросу. И убрать из вводной части этих вопросов формулировки, касающиеся покушения на жизнь человека. Чтобы вердикт был непротиворечивым, присяжным нужно было всего-навсего убрать из преамбула этих вопросов ссылку на покушение на жизнь человека. Казалось бы, чистая формальность. И через пять минут прозвучит уже конечный оправдательный вердикт. И мы наконец-таки спокойно выдохнем. Но, опять но, в связи с отступлением ночного времени суток, а присяжные вышли из своей совещательной комнаты в 11-м часу ночи, судья отправляет присяжных домой спать и объявляет перерыв до 9 часов утра следующего дня. Утром 15 сентября в 9.00 присяжные собрались вновь, чтобы откорректировать ответы в вопросном листе. Ну, а мы с нетерпением ждали финального оглашения нашего оправдательного вердикта. И вот, присяжные не выходят из своей совещательной комнаты. Час, два, три, четыре. И спустя пять часов нам оглашают абсолютно новый вердикт. В котором присяжные изменили свою точку зрения на абсолютно противоположную. И в новом вердикте теперь на все вопросы один единственный ответ. Виновен, виновен, виновен. И везде единогласно. Вчера прозвучало одно, и всего лишь ночи хватило на то, чтобы все ответы на все вопросы изменились непротивоположными. И вот я теперь виноват. Виноват в том, чего никогда не совершал в своей жизни. Как же такое могло случиться? Что вся коллегия, все шесть человек, это взрослые люди, так кардинально и разом изменили свою позицию. Неужели они в одночасье ослепли и оглохли? Мы три месяца на процессе доказывали свою невиновность и необоснованность обвинения. Указывали на полное отсутствие доказательства прокурора. Вся позиция обвинений была построена только на оговоре в мой адрес. Обвиняемый, оговоривший меня, признался в оговоре. Я уже говорил об этом. Никто не смог во время процесса опровергнуть неустранимые сомнения в факте покушения на жизнь человека. А наличие неустранимых сомнений при обвинении человека трактуется только в пользу обвиняемого. Это сказано в наших институциях. Так как же новые присяжные вдруг увидели то, чего никогда не было? А оказывается, присяжные присяжным рознь. Я хочу сказать огромное спасибо тем неизвестным мне, двенадцати людям, которые были в первом и во втором судах присяжным. Низкий поклон вам за вашу смелость и независимость в решении, что вы не побоялись отстоять свою точку зрения. Спасибо вам еще раз за то, что вы мне подарили два лишних года жизни с моей семьей. Спасибо вам за то, что моя самая маленькая дочь узнала, что у меня есть отец. Я безмерно благодарен вам за это. Но теперь мои дети вновь осиротеют. Присяжные в третий раз нам достались очень специфические. Им сказать спасибо я не смогу никогда. Так старшина наших присяжных, Пономарев Андрей Васильевич, оказался в нашем городе известным человеком. А я известен он вот чем. По данным одного из саратовских СМИ, Пономарев Андрей Васильевич ранее работал в управлении делами правительства Саратовской области, а позднее в администрации города Саратова. В частности, он возглавлял в администрации города Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций и имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. И был ранее отстранен от работы в правительстве Саратовской области, а дальше цитирую информагентство, из-за того, что предоставил заведомо ложные сведения и документы при оформлении на государственную службу. Наш старшина присяжных, Пономарев Андрей Васильевич, оказывается, всего-навсего скрыл факт службы в рядах Вооруженных сил Украины, где он дослужился до звания майора. А после того, как в марте 2022 года в саратовских СМИ опубликовали о нем эту информацию, он ушел в отставку с поста начальника управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций нашего города. Вот такой интересный нам достался старшина присяжных заседателей. И это в наше неспокойное время, когда наши ребята льют свою кровь, отстаивая интересы России. И такие вот люди, как этот старшина, что неужели они имеют право судить других людей? Если человек о себе такое скрывает, как он вообще может быть присяжным? Куда смотрел наш прокурор и судья, когда они формировали коллегию присяжных заседателей? Или такого человека умышленно включили в нашу коллегию? И теперь что, этот украинский офицер мстит нам, обычным людям? Я хочу спросить, кого вы мстите, уважаемый присяжный старшина? Мне? Отцу многодетных детей? Моей младшей дочери 5 лет? Или вы мстите Жене Кроватову, у которой дочь родилась в СИЗО? Его дочке всего-навсего 3 годика? Или вы мстите нашим семьям? У меня все это не укладывается в голове. У меня нет ответов на эти вопросы. Но каким-то образом, кто-то же переубедил за 5 часов всю коллегию, чтобы присяжные заседатели заменили оправдательный вердикт на обвинительный. Вы, оставшиеся присяжные коллеги, у вас еще 5 человека. Найдите, пожалуйста, в себе силы, скажите правду. Что заставило вас так единодушно поменять свое решение? Не становитесь палачами невинных людей. Иначе, с вашего мучиливого согласия, кривда победит правду. У нас уже назад дороги не будет. Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Вячеслав Михайлович, уважаемый Александр Иванович, уважаемый Игорь Викторович, пожалуйста, проконтролируйте это уголовное дело. Выясните, что за старшина присяжных? Имеет ли он право с такой биографией быть народным судьей? Как он вообще смог оказаться на государственной службе в Саратовской области? Теперь меня ждет приговор суда, основанный вот на таком обвинительном вердикте, вынесенном вот таким присяжным заседателем. А минимальный срок, который я получу по такому сфабрикованному делу против меня, будет не меньше 15 лет. Помогите мне восстановить справедливость. У меня осталось ждать приговора не больше недель. У меня не будет больше шансов оправдать свое честное имя. В подтверждение своих слов я прилагаю аудиозапись судебного заседания от 14 сентября 2022 года, в которой судья озвучивает первичные, оправдывающие нас ответы присяжных заседателей. Проверьте ее, пожалуйста. Продолжение следует...